малька вот здесь очень много прям около берега целая стая должен быть и окуни судак попробуем на джиг ну пока с поводком попробуем а потом если чё поводок снимем щуки на этом канале мало основная рыба это окунь ну и иногда судачок головка 3 грамма и червячок джакал мебару буши 3 дюйма посмотрим может быть сейчас вот под вечер что-нибудь да отзовется приехали уже поздно в третьем часу на 1000 хотел сразу это не тот водоем чтобы пришел закинул и поймал при хорошем раскладе 5 10 окуней за день а так 12 сейчас туда тоже сходим там щучка а здесь и мало здесь зато судак того тоже есть но не знаю где-то под землей заходит по трубам вот здесь тоже окунь том году ловился в этом году как-то здесь вообще плохо по спиннингу считаю вот уже сегодня четвертый раз и толком ничего не поймали как гномы шли в горе мы идем к трубе одинокая труба только их там 2 давай ты туда я сюда что он чет в пакете я щучка нифига тут рогулик походу щука начал раздавать что столько же вещников сидит вода упала причем так здорово идем поэтому щука и начала клевать попробуем может у нас есть шанс на этом канале почище поглубже и рыба крупнее ну и самой рыбы побольше потому что канал большой рыбы Это что? А, срез Это была потяжка Я даже не понял, что произошло И это срез У меня стоял поводок 5 сантиметров Это была щучка Щука Обычно берет не издалека, где-то, посередине А прямо вот по берегу Прямо на свале, на этом и на том А окунь берет наоборот, там вот На середке Поэтому смысла На середину кидать нету А жерех еще не начал гулять Обычно к этому времени уже начинает Попробовать конвой, что ли, поставить Так сказать, среднюю приманку между воблером и джигом По характеру воздействия на рыбу Все-таки холодная вода Зима, февраль Рыба вообще пассивная Может быть, именно вот Свимбейт заставит ее Клюнуть Весь такой уже покусанный На нем живого места нету Конкретно на счету вот этого Порядка 30, наверное, может быть 35 щучек Жизней Ну, жизни Не загубленных А просто Всех щучек я отпустил Может быть, конкретно сейчас на него Что-то будет поинтереснее Главное, его не засадить Очень будет жалко Хоть у меня еще есть такие Но конкретно вот этот Уже, как говорит мой друг Андрей Намыленный Намоленный Принес много рыб На нем много уже шрамов боевых Поэтому жалко А проводка Плавные потяжки Даже еще плавнее, чем летом И пауза На которой он тонет Конкретно это тонущий Ага Вот здесь, как у берега Надо поаккуратнее Тут вообще такой водоем Блин Сложный Вся сложность в том Что очень много Вот этого камыша Тростника И вся щука В основном сидит Прямо в нем Это Объясняет успех Живечников Они ловят прямо В окошках между Травы вот этой Тростника И ловят хороших щук Самое большое Что я слышал Здесь ловили 4 килограмма Ну а так Килограмм Полтора Попадаются регулярно Но в то же время Вот так вот Где-то на открытой местности Ловятся В основном Шнурки И Плохо Вот так вот Зимой На воблеры На джик Достаточно сложно Поймать что-то крупнее Там 500-600 грамм И то надо постараться А сейчас в феврале Вообще Такая пора Глухозимья Оно сказывается Даже на Открытой воде Все равно Биологические часы У рыбы Они примерно Одинаковые Посмотрим Не знаю Может быть Кого-то и поймаем Вообще Этот водоем Я не люблю Если бы Был вариант Съездить куда-то Другое место Я бы поехал Лучше туда Даже на лед Хотя лед Мне уже Надоел Конкретно на этом водоеме Хорошая рыбалка Начинается в марте Начинает клевать окунь Начинает Бить Жерих Ну и щучка В том числе Становится Поактивнее А сейчас Как-то Вообще печально То есть Уже и не Декабрь Когда еще Более-менее Нормально клевало Или январь В том году По крайней мере В январе Более-менее Хоть что-то клевало Но еще и не март Самая-самая Такая вот Промежняя Зона Самое такое Время Когда И не туда И не сюда Как говорится Ну ничего Еще месяцочки Я так думаю При нормальном раскладе И уже Начнут открываться Нормальные реки Которые сейчас Подо льдом Малые речки С естественным Режимом Без впадения Всякой гадости Щука там За зиму Оголодала Озверела И если Первыми попасть На участок Можно очень Так это трава Можно очень хорошо Отловиться Ну естественно Тоже по принципу Поймал пусть Потому что Те кто могут Пройти до вас Вряд ли Поступят так же Скорее всего Все пойманную щуку Даже шнурков По 300 Там по 400 грамм Они положат В пакет И после них На участке Уже делать нечего Поэтому нужно Успеть первым Чтобы наловиться Рыбу наколоть Отпустить И чтобы она уже была В какой-то мере Более ученая Тогда шансов У хапуг Заметно меньше А если рыба Еще не тронутая Не целованная В этом году После схода льда Шанс ее поймать Очень большой И не хотелось бы Чтобы этот шанс Оставался Тому кто ловит В пакет Я ничего не имею Против Того чтобы Забирать рыбу Но весной Перед нерестом Полную икры Тем более шнурков Там По 500-600 грамм Которые обычно ловятся Ну я не знаю Наверное это неправильно С точки зрения закона Легально Забрать ее Имеет полное право Но с точки зрения Просто здравого смысла И отношения к природе Ну не совсем это нормально Лучше дать ей отнереститься Отболеть И потом ловить Своё удовольствие Жирующую После нереста щуку Ну и взять там себе На еду Одну-две Если очень хочется А здесь кстати Нерест будет раньше Может быть он Уже здесь начался Тут вообще непонятно Зависит от зимы Если зима холодная И котельная работает на полную Сюда сливают Много теплой воды Водоем не замерзает Абсолютно И щука Нерестится буквально В марте В конце февраля Если зима обычная Как вот в этом году И холодно И тепло Котельная работает С переменами И половину водоема Вот там вот ниже Покрыта льдом Там даже народ сидел В прошлый раз Со льда ловили И в это время Я думаю Что щука Будет нереститься Где-то В середине марта А может быть И в начале марта А может быть Уже и сейчас Кто ее знает Ну длина дня еще Не такая Чтобы щуки не Нереститься Ну Всякое бывает Но во всяком случае Не клюет Клюет только вон Трава Ну одна поклевка Вот была В самом начале Там Отрезала Почему-то я так и думал Что там будет поклевка Потому что У приятеля В том месте Было 5 или 6 срезов Где-то в январе По-моему еще Он ловил Все время Вот в той точке Стоит одна Две Маленькие щучки Такие грамм По 300 По 400 Если какой-нибудь Дядька Конечно На живца Их не выловит Там все время Кто-то трется Ну вот сегодня С первой же проводки Она там вот Отрезала И будем надеяться Что она избавится От приманки И будет жить дальше Вот такие прям места Классные Провожу приманку И никто не клюет Прям вот Щучий рай Вон тут и малька полно Ветки Палки Тростник Который я поймал Но щука не клюет Вот В таких местах Здесь уловят щуку Просто дырка Среди Тростника Вот сюда Вот закидывают Удочки Вот следы Поплавочные удочки И просто ждут На карася И клюет Хорошая щука Но на спиннинг Там половить Просто нереально На веке Если только Ну я не знаю Стоять тут Кунать Ну так вот Наверное Все таки Выложу это видео Чисто С той целью Что Практика Продолжается Что я продолжаю Ездить Причем Я ездил уже Порядка Наверное Семи раз На рыбалку И за это время Я не выложил Ни одного видео Потому что Выкладывать было Нечего А одно выложил Вот С этого же водоема Потому что Погода была Такая хорошая Компания хорошая Просто решил Выложить его Как Такое развлекательное Хотя рыбу Мы ничего и не поймали Одна щучка Вот здесь вот сошла У товарища Остальные видео Я вообще не выкладывал Потому что Там Не было ничего Ездил сюда Три раза Ездил на лед Два раза И нифига Остается Только сидеть дома И снимать Какие-то Обзоры Теоретические видео И еще что-то Такое Словно и не Кончится Эта зима Вроде бы Совсем уже Вот все Почти вся прошла Уже остается Буквально Меньше Месяца До начала Календарной весны Ну и где-то Так месяца полтора До начала Климатической Но это Как всегда Чем оно Ближе Тем Труднее Ожидание Хочется Чтобы оно Скорее наступило Кажется Что вот оно Уже рядом Одни Становятся Длиннее Время тянется Дольше И полностью Превращаешься В одно Сплошное Ожидание Я очень Жду Когда наконец Откроются Маленькие Речки И можно Будет Вдоволь Наловиться При днерестовой Щуке Здесь Очень важный Момент Со льда Я щуку Не трогаю Уже Начиная С декабря Месяца Потому что Ловли на Живца На жерлице Это ловли Зачастую В заглот И щуку Отпустить Шансов Очень мало Но вот На спиннинг Я ловлю ее Так же И перед Нерестом Ловлю В основном На джик На воблера Реже И Лишь с той Целью Что джик Гораздо Менее Травматичен Одна Небольшая Дырочка Где-то в челюсти И рыба Улетает Обратно В свою Стихию Целая Невредимая А с воблерами Бывает так Что и не отпустишь Но бывает Ловлю и на воблера Когда Условия Такие Что лучше Клюет на воблер Но опять же Стараюсь Ставить воблера Покрупнее С максимально Крупными Тройниками Чтобы Щука Их туда Особо В жабры Не глотала Но еще Стоит заметить Один такой момент Что Весной Вот именно В марте Когда открываются Реки С естественным Терморежимом В основном Ловится щука Весом До килограмма И 90% Это щуки Это самцы Самки Набитой Икрой Практически Не клюют Я это уже Замечал И в то время Когда забирал Рыбу Потрошил Практически Вся рыба Была с молоками Ну и По размеру Щук Видно Что это Самцы Они Тонкие Маленькие Худые Поэтому Весной Перед нерестом Щуку Ловить Можно Но опять же Отпускать Даже Самцов Блин Ну вообще Вот Хоть бы Что то Очень Очень Скучно Ездишь Ездишь И Нифига Сейчас бы Ввалился Какой-нибудь Бонус Килограммчика На два Было бы Вообще Шикарно Сразу бы Весны Ждать Расхотелось Но нет Это всего Лишь мечты Ненавижу Глухозимье Самое Тугое Время В году Даже Осеннее Межсезонье Оно Не так Плохо В это Время Можно Нальиму Половить Если Есть Желание Можно Еще Походится Судаком Щукой Наравился Я Я Лишь Вот Так Со Спиннингом О Щука 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 Атаковала Какую-то мелочь Прямо вот здесь О чем я и говорю Она вся сидит Блин Как ее оттуда Выцедить Вот так что ли Давай Ну это глупость Уже Полная Хотя Иногда Такая Глупость Приносит Результат Давай Клюй Ну что друзья Вот наверное И вся рыбалка У Никиты Там какая-то Неприятность Случилась Когда он Подсекал На фидер Наверное Сейчас придется Нам ехать домой На фидер Кстати Он так же Ничего не поймал Но хотя бы Были какие-то Поклевки Да А у меня Один срез Одна поклевочка Какая-то Невнятная И больше Ничего Ну от этого Водоема Я примерно Такой Рыбалки Ждал Ну что ж Будем ждать Дальше Будем ждать Нормальной Рыбалки Нормальных Водоемах Благо Остается Недолго Еще месяцок А может быть Даже и меньше И отправимся Уже на нормальные Водоемы А там И пора Последнего льда Следом придет То есть Еще нормальная Рыбалка будет До начала Запрета Но начнется Запрет Будем ловить На поплапоперы Которые Мне приехали Можете Посмотреть Обзор По этой ссылке Ну и Попробуем Половить На поплавочную Удочку Давно Этим Не занимался Года Наверное Два-три Так что Прямо Целенаправленно В этом году Наверное Займусь Еще и Поплавком Половим Карася Платву Пока будет Длиться Двухмесячник Который У нас Начнется 10 апреля Ну а До этой поры Половим На спиннинг Может быть Даже Судака Если в этом году Получится Если погода Позволит Открыться Участку Клязьма Если весна Будет Дружная То еще Есть шанс Успеть Половить Судака Ну а На этом Все Друзья Вот такая Получилась Рыбалка Два Часа Две Поклевки Все Собираемся Домой Сейчас Дойдут Друзей Смотаем Снасти Сядем Машину И поедем Все Всем пока Удачи Больших Трофеев И не Хвастаем Чешуе